Сегодня на уроке вы познакомитесь с понятием текст, научитесь отличать текст от набора предложений. Вы уже знаете, что наша речь состоит из слов. Слова мы можем объединить в предложения. Предложение – это не просто набор слов, это группа слов, связанных между собой по смыслу. Например, яркое солнце из-за выглянуло облаков. Будет ли это предложением? Конечно, нет. Предложение должно выражать законченную мысль. Составим из этих слов предложение. Из-за облаков выглянуло яркое солнце. Теперь перед вами предложение. Первое слово в предложении пишется с большой буквы. В конце предложения ставится точка, вопросительный или восклицательный знак. Перед вами несколько предложений. Как видите, это тоже не текст. Нарушен порядок предложений. Давайте восстановим его. Наступила золотая осень. Солнце дарит последнее тепло. Под ногами шуршат разноцветные листья. Белой ватой плывет туман. Чудная пора. Осень – настоящая художница. Теперь перед вами текст. Предложения в нем стоят в определенном порядке. Они связаны между собой по смыслу. В тексте говорится об осени. О том, какое это чудесное время года. Мы можем придумать заголовок. Например, чудная осень. Рассмотрим еще один пример. Этот текст трудно читать. Нет деления на предложение. Выделим предложение, поставив недостающие знаки припинания. Текст восстановлен. В тексте идет речь о грозе. Поэтому его можно озаглавить «гроза». Сегодня на уроке вы узнали, что текст – это высказывание, состоящее из двух или нескольких предложений. Предложения в тексте стоят в определенном порядке и связаны между собой по смыслу. Текст можно изменить.